Как разместить на восьми квадратах полноценную квартиру? В какой номинации шутили над Трампом на церемонии Грэмми? И можно ли провести ЛГБТ-фестиваль в стране, где однополые отношения под запретом? Обо всем этом прямо сейчас. Три в одном. Итальянский дизайнер создал функциональное жилье площадью 8 квадратных метров. В этой крохотной комнатке помещается кухня, спальня и даже ванная. Все благодаря компактной мебели, которая вмонтирована в стены. Ее легко раскладывать и складывать, когда нужно. Домик многофункциональный, подобно раскладному ножу, поэтому его и назвали швейцарским. Стоит такой почти 50 тысяч долларов. Книга о Трампе в эфире церемонии награждения Грэмми. Артисты сняли шуточный ролик, в котором показали кастинг выдуманной номинации «Лучшая устная речь». Исполнители читали куски из недавно изданной книги Майкла Волфа «Огонь и ярость в коридорах Белого дома Трампа». Певцы Snoop Dogg, Джон Ледженд, Шер и другие цитировали отрывки об американском президенте, его привычках и стиле жизни. Но никто не справился с заданием так хорошо, как бывшая соперница Трампа Хилари Клинтон, которая тоже снялась в ролике. Южнокорейская олимпийская команда по хоккею отпраздновала день рождения коллеги из КНДР. Именинницу поздравили тортом и цветами, а потом устроили совместный ужин. 12 девушек-хоккеисток из Северной Кореи будут участвовать в зимних олимпийских играх вместе с южнокорейской командой. Они договорились идти под единым флагом и надеть одинаковую форму. Это впервые за два года Сеул и Пьяньян официально сели за стол переговоров. Традиционные соревнования лучников в Малайзии. Полтысячи стрелков со всего мира приехали в городок Сариминанти, чтобы продемонстрировать свои умения. В поле под городом для них обустроили специальную площадку с препятствиями. Мужчины и женщины соревновались в стрельбе по дальним и даже движущимся мишеням в форме животных. Большинство из них были одеты в национальные костюмы воинов. Говорят, приехали обменяться опытом и укрепить дружбу.